Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Предлагаю снова обратить наше внимание на те тенденции и те динамики, которые показывают основные валютные пары и, разумеется, те инструменты, которые представляют интерес прежде всего для нас, как рыночных спекулянтов. Сегодня, как и всегда, анонсирую очередное кодовое слово, которое позволит вам получить бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках Amarkets. Чтобы воспользоваться бонусом, вы прекрасно знаете, нужно связаться с вашим персональным менеджером и, соответственно, поменять это слово на бонус на пополнение. Величина бонуса на сегодня 6 процентов. Что касается кодового слова, то в качестве такового сегодня я выбрал слово «теста». Действует оно до следующего брифинга, то есть до завтрашнего утра, и фактически у вас есть полноценная торговая сессия, чтобы принять решение о повышении покупательской способности ваших депозитов. Но теперь предлагаю начать с наших традиционных вступительных активов с нефти и посмотреть, как ведет себя в связи с этим российский валютный актив. Бренд на текущий момент. Актуальные актировки 47.38. Мы видим то, что черное золото полномерно приближается к тому долгосрочному ориентиру, который выставили мы, поскольку полагали, что 47 – это как раз тот рубеж, который обязательно будет достигнут этим активом. Произойдет это, возможно, в самое ближайшее время, может быть, даже по итогам этой пятидневки. Ну, если будешь совсем оптимистичным с точки зрения реализации наших сценарий, я полагаю то, что бренд имеет все основания при определенного рода развитии ситуации оказаться даже ниже 47 долларов за баррель. Это связано с тем, что на этой неделе у нас очень много статистики по Китаю. Буквально завтра на азиатской торговой сессии мы будем следить за отчетами по рыночным продажам, промышленному производству и инвестициям, капиталовложениям в целом в регион. Полагаю, что статистика будет плохой, да и, в принципе, данные по торговому балансу, экспорту и импорту, которые вышли на этих выходных, подтвердили нам тот факт, что негатив статистического характера сохраняется в рамках экономики Поднебесной, и я думаю, что эта тенденция вряд ли будет изменена и смещена на положительную территорию в самое ближайшее время. Поэтому, отталкиваясь от основополагающего фундаментального события и, скажем, фактора определяющего поведение сырьевых активов, это состояние китайской экономики, у нас есть локальный фактор полагать, что этот инфоповод станет еще одним, скажем, фактором разгрузки для позиции бренда и WTI. Вчера мы начали брифинг с констатации факта прироста бренда в рамках азиатской торговой сессии. Скорее всего, этот рост был связан, прежде всего, с укреплением позиции, точнее, ослаблением позиции американца после серьезной перекупленности накануне. То есть, на торговой сессии пятницу. Но, в целом, характеризовалась эта локальная обычая динамика не совсем обоснованными характерами, точнее, необоснованными факторами, поскольку мы с азиатской торговой сессией следили еще за китайской статистикой и больше делали ставку на то, что эти данные должны были стать причиной, вследствие которой бренд уже с открытия, собственно, понедельника должен был оказаться ниже. Но бренд подрастал, я, в принципе, продолжил следить за динамикой этого актива в течение всего торгового дня и, в принципе, получил то, что хотел увидеть, все-таки логичную реакцию, динамику, вследствие которой бренд оказался, собственно, недалеко от поддержки 47. Все правильно, поведение вроде бы как сейчас предсказуемое, это хорошо, потому что оно полностью совпадает с теми ожиданиями, которые обозначили мы. Наша задача продолжать, особенно, следить за статистикой и отслеживать те факторы, которые могут стать дополнительными причинами, объясняющими поведение этого актива. Из интересных, скажем, сообщений по бренду еще стоит отметить вчерашние комментарии и заявления Саудовской Аравии о том, что они не собираются снижать объемы производства нефти. И более того, по их мнению, 2016 год, как мы, собственно, прогнозировали, станет еще одним затяжным периодом долгосрочной слабости нефтересурсов, бренда и WTI. И связано это будет, скорее всего, и с тем, что ОПЕКа не пойдет на коррективы той квоты, которая сейчас расценивается и рассматривается многими участниками рынка, как единственный фактор, который способен изменить тенденцию, наблюдаемую в рамках динамики бренда и WTI. Я согласен с этим предположением. Действительно, если квота была бы снижена, мы бы, скорее всего, уже стали смещать очевидное расхождение между спросом и предложением ближе к равновесному значению. Но сейчас у нас по-прежнему гиперизбыточное предложение. И на фоне постоянного роста производства и слабости ключевых регионов, собственно, это предложение, точнее, да, это предложение не находит соответствующей поддержки со стороны спроса. Это ключевой фактор долгосрочного характера. Мы на него делаем ставку уже очень давно. И в целом он позволяет нам очень неплохо зарабатывать по этому инструменту. Но я думаю, что потенциал коррекции еще не исчерпан, поскольку уже неоднократно повторял то, что бренд может просесть еще ниже. Стоит отметить также и ожидание увеличения объемов производства со стороны Эмирата. В частности, на текущий момент суточная выработка нефти составляет 2,9 миллиона барлей в сутки. И, согласно, опять же, вчерашним заявлениям, есть основания полагать, что объемы производства могут увеличиться даже до 3,5 в ближайшие полугода. Я думаю, что для нас, как для тех, кто, опять же, на избыточное предложение, это еще один такой подстегивающий фактор, обстоятельство, которое никак не позволяет сейчас отказываться от этих идей, которые направлены на ослабление бренда и WTI. Поэтому ждем еще более, скажем, глубокого снижения. Ждем профитной реализации тех инвестиционных идей, которые мы обозначили. И ждем, соответственно, сейчас 47. Для тех трейдеров, которые на как-то срок зашли в сел по этому активу, я думаю, что 47 будет достаточно, чтобы выйти с рынка. Но долгосрочным трейдерам, полагаю, что среди вас хотелось бы верить в это большинство, поскольку все наши рекомендации носят долгосрочный характер. У нас цель покруче 45. Я думаю, что доберемся до нее в самое ближайшее время. Плюс ко всему, сегодня данные по API, завтра вернемся к этому отчету. По запасам нефти США в четверг уже официальная статистика. И я уже отмечал, что, скорее всего, мы увидим прирост. То есть, пока нормальный фон, который позволяет нам и дальше солить позиции черного золота. Российская валюта. Пара USDRAP актуальной литровки на прем-маркете 64-61. Понятно, что вследствие ослабления нефти рубль также потерпел давление против своих основных конкурентов. Если воспользуемся нашей привычной формулой конверсии, скажем, цены рублевого актива, соответственно, на актуальной литровке по Brent, получится рублевый эквивалент стоимости барреля 3061. И это слишком мало по-прежнему. Значит, ждем девальвации российской валюты. Это более реальный сценарий. Потому что в противовес ему, конечно же, общую картину может исправить стремительная восходящая динамика Brent. Но поскольку я уже в целом охарактеризовал фундаментальный фон, как явно не располагающий к этому, значит, с большей долей вероятности мы наждемся еще одного витка слабости российского актива. Поэтому ждем 65. Вполне возможно, что при сохранении коррекции Brent уже сегодня сможем добраться до этой поддержки, точнее, до этого сопротивления. Ну а дальше, как я и отмечал, у нас 68 и 70, которые являются сейчас нашими долгосрочными ориентирами. Идем дальше. Европейская валюта против доллара. Вчерашняя торговая сессия, да и в целом даже, если не будем цепляться за евро-доллар, коснемся основных валютных активов пар евро-доллар-фунт против доллара USD-йена, австралиец против доллара новозеландеца, также против доллара USD-кат, доллар с виси. Это те валютные активы, которые вчера можно было охарактеризовать в плане динамики, как днем обратной тяги и логичной предсказуемой коррекции. В частности, европейская валюта вчера смогла отличиться. Но в основу этого восходящего движения ложились исключительно технические факторы, которые предполагали возможность проторговки и возможность локального выпада после тех стремительных распродаж, которые мы наблюдали в пятницу, в момент публикации сильных данных по американскому рынку труда. Евро действительно сильно просело в последние дни, буквально всю прошлую неделю. Мы видели, как евро терял десяток за десятком пунктов, отыгрывая тот фундаментальный фонд, который создавал для этого все основания. И торговая сессия понедельника, но она обычно характеризуется спокойным экономическим календарем, отсутствием важных макроэкономических отсчетов. И обычно либо трейдеры продолжают, собственно, тенденцию заключительной торговой сессии в предыдущей неделе, либо переходят к фиксации результатов. Вот, собственно, фиксация результатов вчера и стала причиной локального выпада евро против американца, поскольку трейдеры действительно стали закрывать удачные профитные сделки, которые ранее были направлены на ослабление главного валютного риска. Поэтому локальная консолидация, проторговка с легким таким, скажем, интересом к покупкам, она присутствовала на финансовых площадках. С другой стороны, поддержку главному валютному риску оказал уже и национальный макроэкономический фонд, и, в частности, публикация данных по торговому балансу Германии. В последнее время в рамках ведущего локомотива Еврозоны мы давненько уж не видели хороших отчетов, поэтому на безрыбе, как говорится, и рак щука. Вчера вышли данные по экспорту и импорту, и факт прироста стал для трейдеров, которые ориентируются именно на макроэкономические отчеты, возможность для того, чтобы поднять европейскую валюту с минимальных уровней, которые были достигнуты по итогам прошлой недели. В частности, говоря про отчеты. Действительно, подросли и экспорт, и импорт. В частности, экспорт 2,6% против прогноза 2,1%. Но импорт был более динамичным, 3,6%, против прогноза 0,9%. Здесь стоит сделать ставку на то, что восходящая динамика импорта, прирост оказался максимальным с 1991 года. И вроде бы как очевидный позитив, наверное, стоит отдать ему должное, но если мы все-таки снова углубимся в анализ и продолжим читать между строк эти отчеты, то сможем прийти к выводу о том, что речь идет о смещении, соответственно, акцентов еврозоны, хотя будем говорить про Германию, с экспорта на импорт. Я думаю, что это не совсем мудрое решение. Но, может быть, текущая, скажем, тенденция, которая характерна для мировых финансовых площадок, именно падение Китая, поднижательные риски со стороны развивающихся рынков, они не оставили, скажем, Германии ничего другого, кроме как, соответственно, менять соотношение сил в торговом балансе. И если эта тенденция продолжится дальше, полагаю, что Германия может столкнуться с еще большими понижательными рисками и, вы видите, точнее, показать нам, как участникам рынка, наверное, еще более слабые темпы экономического восстановления. Ну, еврозона, разумеется, подходит их по принципу цепной реакции. С другой стороны, ЕЦБ готовится к более агрессивному выкупу активов, к решению программы количественного смещения. И можно предположить то, что задействование дополнительных мер экономического стимулирования, наверное, окажет все-таки позитивный эффект на экономику. Ну, будем так надеяться, вместе с европейскими статистами и монетарным кабинетом еврозоны. Ну, в целом, прошлая программа, которая была запущена в марте 2015 года и направлена как раз на подстегивание индекса потребительских цен, она, к сожалению, не привела к тем результатам, которые хотелось бы увидеть. Возможно, расширение этой программы на 10, 15 или даже 20 миллиардов евро в месяц окажет свой позитивный вклад, будем надеяться, что это так. Но что-то подсказывает мне, что прежде чем мы перейдем к каким-то позитивным тенденциям в рамках еврозоны, пройдет еще очень много времени. Поэтому долгосрочная европейская валюта остается, точнее, даже продолжит оставаться под тем серьезным прессом, который сейчас оказывается на этот актив и, соответственно, сохранит возможность для еще большего ослабления. Наша долгосрочная цепь – это смещение пары евро-доллар снижением в район 1,057. Хочу также отметить, что некоторое время назад мы активно обсуждали ситуацию с Грецией, противостояние, скажем так, между тройкой кредиторов и финами, касательно финансовой помощи. Вроде бы как благополучно этот вопрос разрешился. Действительно, МВФ, Еврокомиссия и Европейский центральный банк согласились помочь Греции предоставить спасительный транш кредитных средств, ликвидности, чтобы поддержать стабильность финансовой системы и не провоцировать риски, связанные с распадом еврозоны. Но вот, как показывает практика последних недель, Греция до сих пор никак не может получить очередной транш в 2 миллиарда евро. В частности, он должен был быть перечислен, скажем, на счета греческой банковской системы со стороны тройки кредиторов еще в октябре. Но на текущий момент этого не произошло. В это воскресенье состоялась встреча министров финансов, где отметили, да, действительно тот прогресс, который достигнут уже в плане реализации реформ со стороны Греции. Греция уже провела более 50 реформ. Но вот эта дорожная карта, которая была выработана в качестве базиса для получения, скажем, обещанных платежей, она реализована не в полном мере. И до тех пор, пока это не произойдет, ЕЦБ со своими, скажем, коллегами, международными институтами задерживает этот платеж. Есть основания полагать, что до среды все-таки стороны договорятся. В частности, в эту пятницу состоится еще одна встреча министров финансов еврозоны, где снова будут обсуждать возможность предоставления этого платежа в 2 миллиарда евро. Если и в этот раз он будет задержан, я полагаю, что можно будет, скажем, с легким налетом возвращаться уже и к политическим рискам, которые непременно должны будут локально сказаться на динамике главного валютного риска. Но эта реакция также будет исключительно негативного характера. Поэтому ждем, собственно, еще большего ослабления евро. Идем дальше. Доллар японская, иена. В целом, даже несмотря на легкую проторговку понижательного характера против иены, которую мы наблюдали вчера, импульс восходящего характера для американца сохраняется в качестве факторов поддержки. Здесь достаточно статистики. Пятничные нонфарм перлс, рост заработных плат, комментарии со стороны, соответственно, представителей ФРС, председателя ФРС Жанет Йеллен, Дадли, Локарды. И вчера создалась конференция еще одного влиятельного представителя американского мегарегулятора Розенграна, который в очередной раз подтвердил готовность американской экономики к повышению процентной ставки по итогам следующего заседания. То есть, у нас еще один голос в пользу ужесточения монетарной политики в декабре, то есть до конца 2015 года. Полагаю, что это обстоятельство можно использовать в качестве еще одного фактора, заряжающего доллар на рост. Мы от усиления позиций американцев, разумеется, не отказываемся. И плюс ко всему продолжаем следить за динамикой американских трежис, которые полномерно растут, поднимаясь, соответственно, вверх. И создавая более привлекательные условия для инвестирования в активы, номинированные в долларах. А в связи с этим, конечно же, должна расти и американская валюта. В частности, американские десятилетки достигли максимума за последние 3,5 месяца. И сейчас торгуются на планке доходности 2,37. Я думаю, что вплоть до декабря ралли американских трежис продолжатся. Нам, конечно же, это на руку, потому что это будет создавать еще одно основание для укрепления американца против всех основных конкурентов. Актуальные котировки по паре USD и иена на текущий момент 123,17. Ждем 123,50. И, соответственно, наша долгосрочная цель, которая остается еще чуть-чуть, это 125. Я думаю, что мы до нее непременно доберемся. Британская валюта. Актуальные котировки на текущий момент 1,5105. Мы по-прежнему ждем уровень 1,50. И для этого есть все весомые основания, которые стали доступны нам после суперчетверга и фактических решений британского мегарегулятора. Снизить прогнозы, пересмотреть прогноз по достижению индекса потребительских цен целевого показателя в 2% только в 2017 году. Большинство членов 89 высказались против необходимости повышения процентной ставки. Единственное, кто прогнозовал за это, Маккаферти. Но я никогда не понимал, собственно, его позиции. Может быть, для контраста такой представитель должен всегда быть в рамках всего мегарегулятора. Но пока его позиция, разумеется, не находит поддержки со стороны прочих членов Банка Англии. Нам, собственно, это и нужно, потому что мы прекрасно понимаем, чем дольше представители Банка Англии будут ссылаться на риски, связанные с замедлением экономического восстановления мировой экономики, риски для национального рынка, тем, соответственно, дольше мы не увидим вот этого решения, касающегося ужесточения монетарной политики в рамках Англии. Напомню, что решение об этом, скорее всего, также уже уехало на 2017 год. И это можно использовать в качестве долгосрочного фактора ослабления британца. В пятницу мы еще анализировали данные по промышленному сектору. Это очередная просадка. Поэтому можно и не надеяться на хорошие показатели по ВВП, которые выйдут в самое ближайшее время. Соответственно, британца продолжаем продавать. И наша ближайшая, ну, долгосрочная цель, она была, до нее осталось, правда, чуть-чуть, это уровень 1.50. Я рекомендовал сейчас использовать как осрочные возможности по паре фунт-доллар через отложенный кселл-стоп на уровне 1.5040. И профит 1.50, как я отметил. Стоп-лосс это 1.5080. По евро-доллару для долгосрочных и среднесрочных трейдеров, собственно, не метаемся. Ждем 1.05, как минимум. Для тех, кто уже вышел из пары евро-доллар после разгрузки последних, заключительных торговых сессий прошлой недели, как осрочная идея 1.0740, селл-стоп, тейк-профит 1.0680, стоп-лосс 1.0780. Ну, что касается других валютных пар, USDCAD, актуальная котировка 1.3267. Здесь стоит отметить, конечно же, канадца, поскольку вчера вышли данные по рынку недвижимости. Отчет очень плохой, потому что объем строительства новых домов просел на 14,4%. Если вы помните, больше месяца назад я проводил параллели с состоянием канадского рынка недвижимости с общими показателями экономического восстановления, которые показывает канада. И отметил, что есть позиции на рынке, связанные с тем, что рынок недвижимости должен непременно вытащить всю экономику, потому что рынок недвижимости растет за год больше, чем на 2%. Что касается ОВП, то после последних прогнозов здесь ожидания не самые, соответственно, хорошие. На 2015 год в лучшем случае это 1%, в 2016 год 2%, в 2017 год 2,5%. Но есть риски, вы видите, и снижение этих прогнозов. Соответственно, если отказаться от этой идеи или даже обратить внимание на актуальные цифры по рынку недвижимости, получается, что и рынок недвижимости уже не выступает тем самым драйвером для экономического восстановления, которым выступал ранее. И если эта тенденция продолжится, вкупе еще с ослаблением позиции Brent, нефтяного актива по стоимости, значит на канадца будет оказано еще большее давление, и это позволит нам добраться по паре USD-ката в район ближайшего сопротивления, который находится на уровне 1,35. Туда пока и идем. Австралийцы. Актуальные котировки 1,7050. Уверен, мы в ближайшее время доберемся до поддержки 1,70. Ну, USD-франк 1,0043. Пока все-таки давайте поддержимся вне рынка касательно трейдинга этим дуэтом валютных активов. Но ближе к концу недели, собственно, вернемся к этому тандему валютных активов и посмотрим, как еще можно поторговать швейцарцам против американца. Собственно, на этом все. Из важных отчетов сегодня стоит отметить только слушание по инфляции в Англии. Этот отчет будет опубликован в 12.00 по московскому времени. Точнее, это событие пройдет в это время. Полагаю, что в целом, учитывая, опять же, комментарии Банка Англии в прошлый четверг, нет оснований полагать, что инфляция сможет сцепиться за какие-то стоящие показатели и приблизиться, даже исходя из прогнозов, к целевому значению. Поэтому сегодня я ожидаю преимущественно давление, которое может быть оказано на британца. Если есть вопросы, конечно же, оставляйте их на нашем официальном канале на YouTube. Но и не забывайте про форума Markets, где у меня есть аналитическая ветка. Можно оставлять вопросы и там. Еще раз повторяю, увеличена бонуса на сегодня 6%, а кодовое слово – тест. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.